Ну, начнём. Значит, сегодня мы проводим повторное собрание политической партии МММ, учредительное собрание по городу Москвы. Дело в том, что 18 августа мы провели собрание, но, согласно букве закона, необходимо собрание проводить в разных субъектах с федерацией, то есть область отдельно и город Москва отдельно. Соответственно, сегодня должен быть форум. Те, кто имеет прописку московскую, поднимите, пожалуйста, руки, должны быть 10 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, ну, тринадцать человек, форум состоялся. Значит, теперь, значит, кто не написал заявление, пишет заявление о наступлении. Дай бумажку. Дальше. Несколько бумажек. Ты, зачем? Ты же писал заявление. Тогда писал, да. Значит, да. Всегда, но дай бумажку. Хорошо. На повестке дня у нас три вопроса. Это выбор председателя, секретаря собрания и выбор делегатов на учредительный съезд политической партии МММ 16 сентября в городе Курске. Кто знает, за повестку дня, прошу полгода с вами. Единогласный. Значит, теперь, значит, по повестке дня у нас выбор секретаря. Секретарем я предлагаю избрать Литвинову Александра. Литвинову Александру. Кто за это предложение, прошу полгода с вами. Кто голосовал? Значит, единогласный. Значит, второе, это выбор председателя. Какие будут кандидаты? Ты могу, Андрей Ехимов. Значит, есть еще кандидатура? Значит, ну, голосуем. Кто за это предложение, прошу полгода. Ой, я не голосую. Сама полгода нет, да. И, значит, третье, по идее, значит, квота увеличена на делегат, на официальных делегатов по Москве. Вот. Ну, давайте так. Значит, все равно желающих больше. Поэтому я предлагаю оставить так же двух делегатов, а мы поедем в остальные все. Потому что я тоже как-то делегат, но официально не официально не официально. Вот. Поэтому на повестке дня два делегата у нас. Это Андрей Михайлов и Гунар Колесников. Давайте в общем списке проголосуем. Кто за этих кандидатов, прошу, проголосовать. Все, иди на голос. Значит, кто собирается еще ехать в Курск? Литвинов, вы поедете, да? Это возможно. А? Надо заработать. Это как? На добровольной основе. Это на добровольной основе, да. Там просто, если кто заранит, там нужно, как бы, есть несколько вариантов, несколько машин. Даже подмосковные ребята там автобусы организовывают. Мест много. Мест много. Если есть желающие, да. Ну, еще просто желательно заранее, чтобы там гостиницу без бронеров в Курске. Потом еще 5 сентября будет конференция, организованная колбасом в Нижнем Оголе. Если есть желающие, то тоже будет присоединиться. Значит, вот за это небольшой промежуток времени мы открыли еще несколько сайтов. Это сайт Московского отделения политического парня. Потом Андрей Махаяков, возможно, он делает прямые трансляции. Поэтому, допустим, с Нижнего Лоборода он может сделать. Искусство, наверное, тоже, да? Если нам позвольте, да, технические возможности. А с Нижнего Лоборода? Да. В прошлый раз Нижнего Лоборода выключились, хорошо? Так. Ну что, в принципе. Потом, значит, есть еще ресурсы. Это, допустим, форум МММ, который я еще открывал в прошлом году, где-то более полтора года назад. Вот. Я его очистил, потому что там спамер много было. Но вот далее мы будем это все раскручивать. И действующим руководителям, пожалуйста, предложение. Вы можете там размещать именно свои приложения о привлечении участников. Соответственно, там всяких спамеров я потом буду спамить. То есть удалять своих ребят в будущих людей. Вот. Потом, значит, от МММ-ТВ нам поступило предложение, что они хотят стать руфором партии политической. Вот. Меня завтра приглашают на съемку. Это Галарка. Галарка, да. Я еще, как бы, своих кандидатов предлагаю. Я предложил Гунара Колесникова, Влада Рябкова, Андрея Маховякова, Александра Литвинова. Вот. Кто будет активно участвовать, руководители, пожалуйста, обращайтесь. Мы будем, значит, с МММ-ТВ сотрудничать. Очень-очень. В принципе, у нас официальная часть практически закончена. Сейчас нам останется подписать протокол и регистрационный лист.